Утку фаршированную яблоками Очень хорошо промыть Внутри все промыть Обычно у птицы внутри остаются легкие Их нужно удалить желательно Конечно вы не отравитесь Ничего страшного не будет Но желательно убрать Хорошенько ее промыть под проточной водой Если какие-то перышки у нее остались Все это удалить, убрать В общем почистить Идем дальше Малое вот это крыло я удаляю Желательно попасть в суставчик Тогда ровненько отрежется Я купила утку У нее шеи уже не было Если вы купите будет шея Смотрите сами Удалять ли ее или нет Кто-то удаляет, кто-то оставляет Но я бы удалила У меня вот здесь получается лишняя кожа Я вот так вот немножко еще Обрежу вот эту вот лишнюю кожу Теперь дальше С этой стороны Кожу оставляем Она нам будет нужна Чтобы вот так вот потом Утку или шить Или зубочистками закрепить Потому что я ее буду фаршировать яблоками А жир вот этот вот я весь лишний Срежу, уберу Гуску так же Можно удалить полностью А можно оставить И срезать только железы Но железы нужно удалить обязательно Иначе будет неприятный запах Все ненужное обрезала Она готова к дальнейшей работе По весу у меня здесь 1 килограмм 950 грамм Я на нее беру 2 чайные ложки соли И начинаю ее натирать И сверху, и внутри Со всех сторон Очень хорошо натираем солью Оставляю ее в покое Пусть она стоит, просаливается А я начну готовить маринад Для этого я беру полтора апельсина Из них мне нужно выжать сок Выжимайте любым для вас удобным способом У меня получилось примерно Где-то 150 миллилитров сока Вливаю его в чашечку В которой буду готовить маринад Можно, кстати, сразу взять большую чашку В которой уже будет мариноваться утка И можно сразу там делать маринад Я беру 4 зубчика чеснока 2 я натираю на мелкой терке А 2 зубчика чеснока Просто ножом раздавить И так же сюда в маринад отталкивать Небольшой кусочек имбиря Примерно грамм 10 Чтоб у вас получилась чайная ложечка Натираю тоже на мелкой терке 1 лавровый листик покрошу сюда Соевый соус 3 столовые ложки вливаю И подсолнечное масло Можете взять оливковое масло Вливаю тоже ложечки 3 примерно столовых Тимьян пол чайной ложечки беру Также беру паприку Полную чайную ложечку прям с горкой Черный молотый перец Пол чайной ложечки У меня не оказалось смеси перцев Но если у вас есть, тогда берите смесь перцев И красный острый перец взяла 1 треть чайной ложки Все хорошо перемешиваю и маринад готов Посмотрите какой он красивый, а запах изумительный Утка будет с прекрасным пряным ароматом Хорошо всю ее натираю маринадом Внутри очень хорошо тоже натираем Так она должна постоять, помариноваться часа 3-4 Время от времени ее нужно переворачивать, чтобы хорошо со всех сторон промариновалось Можно накрыть пленкой Если вы будете готовить, собираетесь ее готовить через 3-4 часа Тогда оставляйте при комнатной температуре Я буду готовить завтра Поэтому я сейчас оставлю пока при комнатной температуре Пусть постоит так 2-3 часа А потом на всю ночь уберу в холодильник Как только промаринуется, нафарширую яблоками и буду запекать Практически весь апельсиновый сок впитала Пропиталась запахом и вкусом специй Теперь можно ее фаршировать и готовить Для фаршировки я беру яблоки У меня пару зеленых яблок Лучше брать кисло-сладкие сорта У меня сорт семеренко Я их разрезаю на 4 части 1,5-2 яблока на утку хватит Но если у вас крупная утка, возможно понадобится 3 штучки У меня не крупная, 1,5-2 вполне достаточно Можете на место яблок использовать рис И также рис с сухофруктами Тоже очень хорошо подходит Будет очень вкусно Думала 1,5 яблока хватит, нет 2 у меня уходит яблока Еще один чистим Здесь можно зашить нитками Или скрепить зубочистками Я закреплю зубочистками Запекать буду в пакете для запекания Если у вас нету, можете использовать фольгу Маринад, что у меня остался Я им поливаю утку в пакете И Все, теперь завязываю Делаю в пакете несколько проколов Чтобы пар выходил Я забыла сказать, что выкладываем в пакет грудкой вверх Не важно, там в фольгу вы будете заворачивать Или в пакете так же, как я Ну, чтобы грудка была наверху Так она красиво запечется Теперь разогреваю духовку на 180 градусов И ставлю на 1,5-2 часа А потом уже буду смотреть Простояла она у меня в духовке 1 час 50 минут Я думаю, что этого хватит Буду разрезать пакет Аккуратненько, не обжечься Ох, как она у меня тут некрасиво раскрылась Ну ладно, я себя буду успокаивать тем Что на вкус это никак не повлияет А случилось это потому, что не надо было добавлять Все-таки еще половину этих яблок Надо было полтора яблока добавить И этого бы хватило Ну, ничего страшного На вкус она 100% вкусная В духовке я добавила градусов Сделала 220 Поливаю всю вот этим вот жирком Хорошенечко всю проливаю Вот так вот Сейчас поставлю ее в духовку Уже минут на 30 Чтоб она хорошенько поджарилась Была красивого золотистого цвета В процессе можно еще вот так вот достать И полить все жирком Даже не можно, а нужно Кончики крылышков и ножек Обверну фольгой Чтобы они не подгорали Уточка готова За 20 минут она у меня стала вот такой вот золотистой Теперь мне ее только осталось переложить на блюдо Красиво украсить и подать на стол Она просто нежнейшая получилась Очень нежная уточка Режется как по маслу А запах какой приятный Вкуснятина Не сомневайтесь, что она вкусная Посмотрите какая она нежная При приготовлении я всегда придерживаюсь трех правил Должен быть вкусный маринад Дать время ей пропитаться этим маринадом И перед запеканием ее нужно хорошенько укутать Или в фольгу Или чтоб был пакет для запекания И тогда у вас несомненно будет вот такая вот великолепная вкуснейшая утка Ну и не кладите столько много яблок, сколько положила я Всем приятного аппетита Подписывайтесь на канал, если понравилось видео Поставьте лайк Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео И до новых встреч на Кухню Цыганочки Пока